Не видал ли ты на свете? Ты царевна молодой! Я жених ее! Постой, отвечает Виктор Буни. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях и не только. На конкурс юные почитатели Пушкина представили отрывки и таких крупных произведений, и небольшие стихотворения. Всего 28 выступлений и столько же поводов перечитать классику. Они жили в верхней землянке, ровно 30 лет, 3 года. Старик ловил мне в этом рыбу, старуха привас в свою пряжу. Оно, мне кажется, никогда не погаснет. Именно Пушкин. Он детям нравится. Ничего пошлого, можно так сказать. Мне нравится рассказывать стихи, везде выступать, грамоты получать. Получаются все стихи, которые мы учим с ней, учу я. Ален, расскажи, пожалуйста, а вот что тебе в твоем стихотворении, которое ты сейчас читала, понравилось? Что там такого интересного? Про что оно? Оно про рыбака и рыбку. Мне там больше нравятся слова старухи. На очный этап попали участники онлайн-отбора. По видео выбрали 28 из 86 детей. Жюри подобрали компетентное. Литературный критик, писатель и иллюстратор. Читали все очень хорошо. Особенно мне понравилась младшая возрастная группа, 6-8 лет. Они очень интересно читали, своеобразно читали, наивно читали. И в то же время видится сразу и слышится работа их руководителей. Даже если конкурсанты выбрали одно произведение, подача у каждого ребенка своя. Именно ее и оценивали жюри. Поддерживали детей, учителя и родители. Мне бы лучше не находиться в качестве зрителя, потому что, мне кажется, я сильно переживаю. Это волнение ей передается. Я обычно нахожусь где-нибудь за кулисами и снимаю. Выступают ребята не только ради интереса. Они надеются получить за старание приз. Библиотека дарит победителям подарки. Короткий миг славы на сцене – всегда яркие воспоминания. И организаторы надеются, что это поможет закрепить в памяти ребенка не только само стихотворение, но и приятные эмоции от аплодисментов в свой адрес за интерес к шедеврам литературы и талантливое прочтение. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.